Ребята, всем привет! С вами Александр, вы на канале Минера и сегодня мы поговорим так, в общем-то, о майнинге, о железной составляющей, о, в общем-то, перспективах, о том, что сейчас творится на рынке, о курсах валют, немножко об инвестициях, ну и так, обо всем понемножку с вами поговорим. А начать, собственно говоря, этот видосик мне хотелось бы, вот, показав вам вот такой вот канал. Это, никого не рекламирую, просто наткнулся, довольно, как бы, уже старый канал, тут видео полугодовое, да, называется там, реальный майнинг, и вот такое вот у него видео было, майнинг доход 10-15 долларов в день на RX 470 Nitro. В общем-то, парнишка давно начал, скажем так, включился, очень даже вовремя, понятное дело, что он все давно, миллион раз отбил и хорошо на этом уже зарабатывал, ну, просто я вас призываю, знаете, вот, особенно этих всяких диванных аналитиков и хейтеров, вот, зайдите вот на это видео, вообще на реальный майнинг, на канал, зайдите там, почитайте вот комментарии под видосами, там вот такой вот срач, мол, ой, 100% годовых, бизнес накроется, это говно, это вот хуже МММ, короче, вот такой же вот, это тупее МММ, вообще фантики, короче, такой вот срач, ну, точно такой же срач, который сейчас разводят, в общем-то, в комментах, и вот тогда вот, как бы, ну, засуньте, хейтеры, вот, свои вот эти комменты себе куда поглубже, знаете куда, потому что этот человек давным-давно все отбил многократно и заработал не одну тысячу долларов, сидя на диване, занимаясь этой хуйней, как вы говорите. Немножко перескажу вам суть этого видео, было тут парнишка рассказывает, как у него на ферме, вот здесь две фермы, 9 видеокарт RX 470, тогда эфир стоил около 10, ребята, напомню, 10, я вот сейчас по памяти буду вам рассказывать, 10 баксов стоил тогда эфир, мы видели эфир уже почти за 400, сейчас он стоит 200, так что соображайте, ну, не в этом даже суть. Дело в том, что вот эти 9 видеокарт тогда зарабатывали, ё-моё, сколько же сказать, чтобы не соврать вам, ребятки, они майнили 2,5 эфира в день, по-моему, по-моему, вот как-то так получалось, 2,5 эфира в день, и тогда как раз вот где-то вот, ну, 5 декабря, да, эфир, короче, просел до 7, и парниша говорил, что я, по-моему, подожду, пока эфир будет 10, и тогда буду его продавать, а на балансе у него тогда было, если это видео посмотрите, увидите, по-моему, 25 эфир помножить, допустим, по сегодняшнему курсу, там, где-то 205, то есть это 5000 долларов, ребята, то есть если бы он тогда не сливал, он бы с тех пор купил бы уже себе не одну квартиру, даже в Москве, если бы он не сливал тогда эфир. Ну, так что, в общем-то, немножко заряда позитива, так что всё может быть, в общем-то, майнинг не умер, как бы он жив, а сейчас дальше поговорим уже об этом подетальней. А начнём, пожалуй, мы с железных новостей. Как вы знаете, в майнинге есть такое понятие, как эпоха. Эпоха, в общем-то, отображает собой рост сложностей и рост дагфайла, который загружается в память видеокарты. Ну и, собственно говоря, чем больше этот файл, тем сложнее майнить, и тем больше видеопамяти нужно, чтобы видеокарта могла майнить тот же эфир. Ну, мы будем говорить в первую очередь про эфир, потому что он впереди паровоза, и у него самая высокая эпоха. То есть, эпоха обновляется у нас, когда она майнивается, каждых 30 тысяч блоков, если я не ошибаюсь. Соответственно, эфир – самая популярная монета на эфире, на блокчейне эфира, и потому она имеет самую старшую эпоху. То есть, эпоха уже завалилась за 2 гигабайта, и именно по этой причине, то есть, на старых видеокартах, у которых было меньше 3 гигабайт, на данный момент нельзя майнить эфир. То есть, можно майнить другие монеты на базе эфира, потому что они не такие популярные, и вот эти вот по 30 тысяч блоков у них набирается медленней, и потому у них эпоха намного меньше. У нас сейчас уже там 130 какая-то эпоха, да, а на других монетах можете запустить клеймор и там сами посмотреть, какие там сейчас идут эпохи, в общем-то. Соответственно, DAC-файл там ниже, и более старые видеокарты, там Radeon 7950, 70, 280X, 380, 390, в общем-то, вся эта серия может майнить другие монеты, но уже, допустим, у кого было 2 гигабайта, не может майнить эфир. Так, к чему я веду? Есть даже такие вот бенчмарки, встроенные в клейморе, но лучше им не пользоваться, лучше зайти на сайт эфириум групп, от самих разработчиков есть тестер, в общем-то, в котором мы можем вручную установить эпоху, допустим, сделать эпоху 190 поставить, то есть эпоха у нас меняется каждых примерно 5 дней, и узнать, сколько будет зарабатывать ваша видеокарта, там, через месяц, 2-2, полгода, или там сможет она через год майнить, потому что с ростом сложности, с ростом эпохи падает хешрейт в майнинге. И какая была суть? Изначально, да, там, может, многие до сих пор думают, что если у видеокарты, там, у Radeon более перспективные, чем GTX 1060 3-гиговый, мол, у Radeon 4, там, 4 гигабайта памяти, или даже 8, а у Nvidia 3-гиговых всего лишь 3, и они, в общем-то, соответственно, должны умереть в майнинге эфира раньше, потому что, когда дагфайл приблизится к 3, он просто уже не поместится в память видеокарты 3-гиговый, да. Но суть была немножко другая. Дело в том, что ядро у видеокарт Radeon слабое, очень слабое, там частота всего-то там 1200, и в целом вычислительная мощность существенно уступает видеокартам Nvidia, и даже по достижению дагфайла там 2500, уже будет существенное падение хешрейта на видеокартах Radeon. Неважно, сколько там у вас, 470, 480 или 570, 580, пусть они хоть будут на 8 гигабайт. В общем-то, когда будет дагфайл приближаться к 3 гигабайтам, это будет эпоха 190 там какая-то, в общем-то, их хешрейт будет падать очень сильно. То есть, если, допустим, 3-гиговая гигабайт 1060 с памятью Samsung майни сейчас 24-25, допустим, под достижению там 190 эпохи будет она майнить, допустим, там 20 или 18. Я так цифры с головы беру, то видеокарты Radeon серии будут майнить, допустим, уже 10, 10 мегахешей. То есть, вы понимаете, в чем суть. И ситуация была какой, что умрут в майнинге Radeon быстрее, чем гигабайты 3-гиговые. Вот такая вот была ситуация. Ну, теперь, в принципе, можно сказать, забудьте обо всем том, что я сказал только что, потому что появилась другая информация. Клеймор получил ответ от AMD в том, что этот косяк, вот такое сильное падение по сравнению с той же NVIDIA, падение хешрейта с ростом эпохи, ну, ростом докфайла, связанное с проблемами в драйвере. Именно там с адресацией памяти что-то связано, проблема. Потому что там какие-то есть два блока, но не будем в это углубляться. В общем-то, AMD сказала, что эту проблему они должны пофиксить. Ну, у AMD всю жизнь, всю историю существования еще со времен AT были проблемы с драйверами у видеокарт серии Radeon. И точно так же они остались и как и в гейминге, так и в майнинге эти косяки вылазят. Так что, в принципе, появилась надежда светлый луч в длинном черном туннеле для владельцев видеокарт Radeon, что они таки могут прожить существенно дольше в майнинге, чем видеокарты 3-гиговые 1060. Но, опять же, я сомневаюсь, что даже 8-гиговые переживут 6-гиговые 1060. Вот такая вот у нас информация. Ну, а теперь давайте перейдем к криптовалютным, в общем-то, в целом новостям. Как мы знаем, грядет, там, идет, грядет, идет, в общем-то, сигвит биткоина. В общем-то, биткоин транзакции очень тормозят и нужно с этим что-то решать. То есть, нужно ускорять его работу, дабы не было ожидания по полчаса, потому что это совсем не дело. Сеть биткоина перегружена. В общем-то, и решить эту проблему должен сигвит. Это такая вот процедура, у которой есть два основных метода решения. Либо увеличить блок, в котором находятся транзакции в 2 раза к 2 мегабайтам. Это приведет к хардфорку, скорее всего, к разделению биткоина на две валюты, как было с эфир и эфир классик. Эфир классик, напомню, для тех, это и есть основной эфир. То есть, это базовый эфир, а эфир, который сейчас мы просто эфиром называем, он откололся. То есть, эфир классик это биткоин. А то, что от него откололось, может отколоться, это стало эфиром. Кто об этом, в общем-то, не знал. И вот это вот падение, вот эти вот сильные падения биткоина, вот особенно вот это было падение до 1800, ну, соответственно, туда же упали и эфир, и все остальные валюты вслед за биткоином, было связано с тем, что не было достигнуто каких-то договоренностей о том, каким способом будет происходить сигвит. То есть, каким образом будут ускоряться операции в сети биткоина. И, в общем-то, когда это у нас произошло, вот в момент, когда было достигнуто определенное соглашение, вот этот этап BIP-91, вот он был достигнут, в общем-то, появилась определенная договоренность между майнерами и биткоином о том, что вот выбрали такой вот путь решения этой проблемы. В связи с этим, в общем-то, курс биткоина резко взлетел, стабилизировался, и, в общем-то, все стало на свои места. Ну, на самом деле, еще все до конца не решено, но определенный этап мы уже прошли. И, кстати, в этот момент, какое это у нас число, июль 16-е, да, до июля, в общем-то, капитализация, капитализация, в общем-то, всех криптовалют достигала своего максимума, что-то порядка 118 миллиардов долларов, да. И вот уже к этому моменту она скатилась до 60, практически в двухкратно. То есть люди вывели деньги в двухкратно, уменьшилось до 60 миллионов. То есть это вызвало как бы большую панику и все дела. И вот мы имели такой вот пик, после которого, конечно, пошел резкий рост, ребятки. Но, на самом деле, все еще не решено. То есть, как вы видите, вот на этом рисунке, hard fork, который предполагает разделение биткоина на две части, должен будет произойти 1 ноября. То есть если он произойдет, то это будет 1 ноября. Так что, в принципе, еще ничего до конца не решено, но, скорее всего, этого не произойдет. У нас вот сейчас идет очередной этап, доманивается 266 блоков и будет достигнуто очередное соглашение. И когда это будет достигнуто, то, скорее всего, hard fork откладывается. Хотя это не договора какие-то банковские, а это все, честно, на словах. И китайские майнеры могут еще передумать. И, короче, мы таки можем дойти до разделения биткоина. Ну, в общем-то, об этом уже как-нибудь потом поговорим. Ну, а сейчас давайте поговорим, что уже у нас за ситуация на рынке сейчас. То есть биткоин после достижения своего минимума, так же, как и эфир, который скатился там чуть ли не до 140, в общем-то, отскочили. То есть не пробили этот очередной, короче, потолок, точнее дно, и отскочили вверх. И ситуация немножко подровнялась. Да, эфир стал около 200, ну, а биткоин там поднялся вот до 2900, прочти до потолка. В общем-то, у него есть такой моральный такой потолок, да, в районе 3000. Это та цифра, на которую все ждут, и на которой будет происходить довольно много событий, в общем-то. Давайте сейчас переключимся на более мелкий график. Вот то, что у нас сейчас произошло. Сейчас у нас произошел откат. Стоит понимать, что скачок от 2200 до 2800, то есть это очень большой процент. Давайте там 28 разделить на 22. Это около 30 процентов. То есть на эфире это было еще больше. Так, где бы это сейчас увидеть? Две недели. Так, эфир от 140, он тут подскочил до 240. Это, то есть вообще будет дико. 240 разделить на 140. Короче, вообще цифра в пике была чуть ли там не 70 процентов. То есть это вообще, ну, беспрецедентные и немыслимые, короче, развороты. То есть на этом, естественно, люди заработали миллионы. И вот почему вся такая вот ситуация у нас происходит, в общем-то. Потому что рынок криптовалют молод. Он очень молод, невероятно молод. По меркам рынка валютного, обыкновенного, там, нефти или золота. И его объем довольно небольшой. То есть тех же там 118 миллиардов долларов. Это маленькая сумма. То есть существует много крупных игроков. Там китайские самые крупные биржи, которые там майнят по 10 миллионов в день, ребята. Так что они обладают большими капиталами, многомиллионными капиталами, если не миллиардными, с помощью которых можно управлять рынком. То есть они могут вот, допустим, вот как происходит вот здесь вот было, когда 3000 долларов. Что произошло? То же самое вот, собственно говоря, и произошло. Где этот наш биткоин? USD, биткоин. То есть люди, которые вкладывали в биткоин раньше. То есть эти большие инвесторы, власть имущая в этом мире. Они дождались вот этой цифры примерно. И просто, вот как видите, здесь объем рынка. Блин, ну здесь плохо видно. В общем-то, они просто продали. То есть, ну они когда-то давно вложили. Им же нужно все-таки зарабатывать. Они же живут не за счет биткоина, а живут за счет же настоящих денег. И когда рынок был, достиг биткоина определенного уровня, они просто продали. Продали много миллионов. И этим самим вызвали панику. И потому там произошел обвал. Ну это было там вот раньше, когда биток опустился до 1800. То есть вот так вот, в принципе, управляется рынок этот. И сейчас происходит то же самое. Опять же, вот эта ситуация. То есть был резкий подъем. Вот этот резкий подъем. Вот эта вот полоса. И вот на этой черте, допустим, ожидалось, что биткоин снова вырастет к 3000 и даже переплюнет. То есть есть же два лагеря. Одни ждут, что биток перейдет за 3000 долларов и пойдет расти дальше 4-5. А другие говорят, что он эту зону не преодолеет. Ну и вот, допустим, вот эта вот ситуация. Вот, допустим, вот эта вот. Сколько у нас прошло здесь? 20-е. Вот прошло, ну там 4-5 дней прошло. Люди, которые ждали, что биткоин достигнет 3000 долларов, да. Там хотели его там продать или дальше продолжать инвестировать в биткоин. В общем-то, ну у кого-то заканчивается здесь терпение. И вот это вот падение. Это неизбежный откат. Это нормальная ситуация на рынке. Ну, у кого-то, скорее всего, не выдержали нервы, да. И он, не дождавшись 3000, решил там продать какую-то свою часть, зафиксировать свою прибыль. Вот просто был продан большой объем биткоина, что вызвало соответствующее падение. Что у нас будет дальше происходить, в общем-то? Сейчас будет, в принципе, еще идти, может, небольшое падение. Здесь, опять же, люди, которые верят в то, что биток будет больше 3000, здесь сейчас происходят закупки. И когда биток, опять же, достигнет 3000 долларов, произойдет еще очень большая массовая закупка биткоина. То есть, что приведет к очень сильному росту криптовалют. То есть, если рубеж в 3000 будет пробит, то он подскочит еще сильнее и за собой, естественно, потянет остальные другие валюты. И, ну, опять же, на этом же этапе крупные инвесторы тоже сольют. То есть, сейчас нужно им создать какой-то дефицит. То есть, опять нам может подзакупиться. Когда биток будет подходить к 3000, они снова будут закупаться, будут постепенно нарастать закупки. Люди будут видеть, а, биток, короче, биток, битка мало, короче, все им закупаются. В общем-то, опять же, будет такой же ажиотаж выше 3000 долларов. Искусственно будет он создан, в том числе власть имущими ребятами. И они потом на определенном этапе у них уже будут стоять ордера. И они просто это будет дело сливать. Опять же, будут фиксировать свои прибыли. И потом опять будет откат. То есть, после такого же роста будет опять же какой-то откат. То есть, это нормальная ситуация. Что в связи с этим, ребятки, делать? Если биткоин у нас будет расти на 10, 20, 30 процентов, допустим, с 3000 он вырастет на 3300 под ажиотажем или на 3500, допустим, на 10 процентов, условно говоря, то его форки и, в общем-то, другие криптовалюты, тот же лайткоин, например, ну даже тот эфир, в общем-то, не важно, они вырастут намного больше. То есть, хорошо, в принципе, инвестировать в биткоин, держать какую-то часть там, но если вы хотите заработать, да, то стоит распределять свои ресурсы, потому что биткоин не подскочит так сильно, как подскочит другие валюты. Вот на примере эфира я вам показывал. Эфир поднялся на 70 процентов, а биткоин поднялся на 27, по-моему, да. То есть, разница двухкратная, потому более мелкие и молодые валюты сильнее подвержены, то есть, они как бы так в квадрате подвержены этим всем колебаниям. Ну и, соответственно, рынок трейдеры на этом и зарабатывает. Что, в принципе, я буду делать и вам предлагаю делать, это нужно создавать свой инвестиционный портфель. То есть, часть денег мы выводим, часть денег мы оставляем. Ну, либо кто хочет просто инвестировать, то стоит какую-то часть денег распределять, в общем-то, в определенной пропорции. Допустим, процентов 20-30 в биткоин, также в лайткоин стоит вбрасывать. Допустим, какие у нас еще перспективные валюты? Ripple, это у нас банковская валюта перспективная, я тоже думаю ее немножко подзакупить, поскольку она дешевая, пока что там 17 центов сейчас стоит. Я, в принципе, буду вкладывать понемногу в мелкие валюты, которые стоят дешево. Также перспективный очень Dash, но Dash стоит очень дорого. То есть, 194 я как простой майнер, как и большинство из вас или просто вообще людей. То есть, у меня нету как бы там тысяч долларов на инвестиции, на это все дело. Я там, что потихоньку там майнится, да, я буду часть выводить, часть буду оставлять и распределять. То есть, у меня висит Сипкоин, кстати, тоже довольно перспективная валюта и недорогая на данный момент. У меня там немножко в Сипкоине лежит, немножко буду подкупать лайткоина по чуть-чуть. Куплю, куплю Ripple, ну, пару сот монет, наверное, чтобы было, было бы хорошо. Так же, так же, так же, манером можно покупать, ребятки. Так, и что еще, и что? И NEM, ребятки, NEM, NEM, NEM. Еще так же стоит купить NEM, он сейчас дешевый. Так, где там наш NEM, какая у них там аббревиатура? XEM, вот аббревиатура NEM, XEM. Так, он у нас где-то есть напрямую к биткоину? Напрямую к доллару его нет. В общем-то, он сейчас стоит тоже, тоже недорого. То есть, у нас сколько? 4,06. Допустим, биткоин у нас, ну, 2,500 умножить на 0,004, 0,6, 1. То есть, он сейчас стоит тоже 15 центов. Тоже советую себе прикупить там пару сот монет. Это инвестиции, скажем так, на долгосрок. Ну, вот, в принципе, наверное, это, ребятки, все, о чем я вам хотел сегодня сказать. То есть, Dash, Dash, Ripple, Litecoin, Seacoin, NEM, что у нас еще? Golem, Golem некоторые ребята советуют. Golem тоже стоит очень дешево, там 0,009. Ведь, ну, как бы для вот небогатых ребят стоит, короче, сосредоточиться, наверное, на более мелких валютах. Ну, вложить туда там 100 долларов, которые вам не жалко, вложили и на год про них забыли. То есть, и там где-то через год, да, можно получить 10-кратные прибыли. Ну, в общем-то, это, наверное, все, что я хотел сегодня вам сказать, рассказать. Всем спасибо и до скорых встреч.